И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Обрати внимание, с левой стороны ты можешь наблюдать планету. Да, она может показаться тебе похожей быть на планету Венера, но это не так. Под музыкальное оформление Universe Sandbox 2 вы можете догадываться сразу же, ребятки, какое видео в скором времени вас ждет. Следующий за Space Engine. Ну что же, ладно, друзья, немножко сбился я с темы. Посмотри, эта планета очень похожа на планету Венеру. Такие же плотные облака, такой же расцветки, но, друзья, это планета Земля. Да, она также загазована, имеет такие же плотные слои облаков, атмосферы и всего прочего. Посмотри, если ты не веришь, что это планета Земля, давайте я вам сейчас докажу это. Обрати внимание, планета Земля. Горячая морская ТРС с жизнью. Жизнь органическая, многоклеточная, морская, наземная. Ну, что у нас по температуре 539 градусов по Цельсию? Да, это очень много. Давление 92 атмосферы тебя бы здесь просто-напросто раздавило. Хотелось бы сразу сказать огромное спасибо за данные моды, которые вы увидите в сегодняшней, в нашей новой серии Space Engine, Дмитрию Тихомирову, который официально является нашим мододелом для канала по видео Space Engine. Ссылочки на этого парня все будут в описании. У парня, кстати, достаточно много интересных модов, которые он вам может предоставить. Обращайтесь. Так, ну что же. Давайте посмотрим. Давайте мы сейчас уберем с вами плотные, наверное, облака. Атмосфера. Ну, атмосферу мы оставим, а вот облака мы с вами уберем. И посмотрим на Мертвую Землю. Да, серия называется Мертвая Земля. Посмотри. Это континент Африки. Так, подожди. Мертвая Европа. Да, обрати внимание, что на планете Земля нету никакой растительности. Но единственный минус, который можно, конечно же, будет увидеть при посадке на Мертвую Землю. Сейчас я вам покажу. Вроде бы, вот обрати внимание. Как бы из космоса планета смотрится абсолютно мертвой. Ни растительности, ни воды. Даже видны где-то первые кратеры от бомбежек астероидов, метеоритов давних, когда-то атаковавших нашу Землю. Посмотри, это здорово. Но единственный минус, который мы с вами увидим при посадке на планету Земля. Давайте аккуратно будем опускаться. Температура растет. Давление также растет. Да, вода все-таки здесь присутствует. Ну, не суть. Не суть дела. Представим, что Земля через сколько-то миллионов, миллиардов лет погибла. Человечество вымерло. Возможно, ему удалось мигрировать, так скажем, на соседние планеты, на другие планеты. Допустим, на ту же Европу, на которой, в принципе, возможна жизнь, если приложить достаточно усилий и большое количество денег. Ну, опять же, при условии, если наша звезда по имени Солнце будет в дальнейшем расти. Ведь мы знаем, что у нашего Солнца есть два финала. Либо превратиться в красного гиганта. Либо в маленького безжизненного карлика. Ну, можно представить, что, скорее всего, конечно, было бы прекрасно, прелестно даже выглядело бы, если бы наша звезда Солнца достигла бы огромных размеров. Ну, примерно вот с этой галла. И можно тогда было бы представить, что Земля полностью мертва. Да. Согласись. Она полностью высушена. Нету никакой жизни. Человечество, возможно, переселилось на планету Марс. Хотя, если Солнце достигнет таких огромных размеров, то и, прости, на Марсе тебе тоже не поздоровится. Там будет очень-очень жарко. Зато, зато, обрати внимание. Так, давай мы сейчас, знаешь, что сделаем. Мы сейчас уберем полностью атмосферу и посмотрим на все те кратеры, которые не видны обычным взглядом, да, которые мы не сможем рассмотреть под водой с помощью каких-то спутников или еще чего-то. Нет, ну, конечно, сможем, но не так, как можно это сейчас увидеть. Вообще, по идее, вот здесь должен быть огромнейший, огромнейший, простите, кратер, который уничтожил всех динозавров от метеорита Чиксулуп. 60 миллионов лет назад. Но, согласись, Земля смотрится очень здорово. Да, реально, Мертвая Земля, можно пройтись по континентам. Давай сейчас мы чуть перемотаем. Ну, знаешь, что мне хочется посмотреть? Мне хочется посмотреть Южный и Северный полюс. Да, кстати, насколько ты мог заметить, мод немножечко, конечно, имеет, опять же, небольшой косячок, но это все исправимо. Я думаю, если вы захотите поиграть с этим модом в Space Engine, Мертвая Земля, то обращайтесь к Дмитрию Тихомирову и все, что здесь, возможно, мы сейчас с вами увидим, какие-то мелкие косяки, ну, живые города, да, то есть есть жизнь. Планета вроде бы мертвая. 538 градусов по Цельсию плюсом. Невозможное давление. Обращайтесь к нему, он все вам исправит абсолютно полностью. Но смотрится довольно-таки очень круто, я тебе скажу. Давайте вернем атмосферу. Кстати, пишите в комментариях ваши доводы и вообще, как Земля, наша Земля, может превратиться вот в такой безжизненный шар, на котором обалденно огромное давление, вообще, по идее, если бы Солнце расширялось, опять же, то не было бы ни атмосферы, здесь бы ничего бы не было. И планета была бы намного больше раскалена, чем сейчас мы это видим. 538 градусов. Так, наша Луна. Наша Луна. Давайте перелетим, наверное, к этому объекту и посмотрим с Луны на нашу планету Земля. Как она будет выглядеть? Да, обычные. Подожди, мы на поверхности Луны, все прекрасно. И где же наша Земля? Вот наш родной дом, который полностью безжизненный. Но, конечно, мы видим, что светятся города, и это, ну, не очень как бы. Так, сейчас мы опустимся куда-нибудь, давайте, допустим, в Южную Америку, на континент Южной Америки. Достаточно тоже много кратеров. Так, подожди, стой. Я не понимаю, почему здесь опять вот эта непонятная вода? Хотя это же континент. Может быть, в Аргентине будет не столь много воды? Да, полностью высушенная планета Земля. Посмотри. Ни одной травинки, ничего нету. Давайте сейчас мы добавим плотные слои от облаков. Ох, это безжизненная планета Венера. Конечно, на Венере намного было бы ярче, и ты бы не отличил день, рассвет, ночь. Там пиздео было очень-очень ярко. Так, можно, наверное, стой. Нет, подожди, стой. Атмосфера. Если убрать атмосферу и убрать... Нет, это понятно, хорошо. Атмосферу мы все-таки возвращаем, а облака уберем. По идее, здесь так же, как и на Венере, должны идти кислотные дожди. Не знаю. Что-то в этом, наверное, роде. Безжизненная мертвая планета Земля. Ну, когда-то, через какое-то количество времени, по прошествии, может быть, миллион лет, если будет какая-то крупная катастрофа, допустим, крупный астероид, метеорит упадет на нашу планету Земля, то, в принципе, наш кусочек дома, где мы живем, дышим кислородом, пьем воду, он превратится вот в такой безжизненный шар. И на много-много миллионов километров, наверное, скорее всего, на много даже миллионов световых лет, кто-нибудь, если есть какая-то жизнь, они, наверное, даже не узнают о том, что... Если вдруг они сюда прилетят, увидят вот этот безжизненный кусок камня, они даже и не вздумают подумать, что здесь когда-то была жизнь. Так, ну что же, давайте, в принципе, я думаю, можно показать вам второй мод, тоже достаточно очень интересный. Ну, а тебя я попрошу еще раз поставить пальчик вверх, подписаться на канал, нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия в мире Space Engine. Ну что же, рассмотрим второй мод. Итак, друзья, добро пожаловать в систему Трапест-1. Насколько мы знаем, система Трапест находится от нас приблизительно в 23 световых годах. И, насколько нам известно, многие астрономы и ученые открыли возле этой звезды несколько экзопланет, на которых гипотетически возможно есть жизнь и есть... Существуют организмы такие, как мы с вами. Есть планеты, да, на которых есть жизнь. Обратите внимание. А вот наша система Красный Карлик, система Трапест-1, имеет семь планет. Так, значит, давайте выйдем из этой схемы и посмотрим. Здесь есть теплая безвоздушная мини-терра, горячая пустынная терра, умеренная озерная терра, ну, более такие подходящие планеты, на которых, возможно, есть жизнь. Прохладная морская терра, умеренная морская терра. Опять же, можно, в принципе, перелететь к Трапесту-1D и рассмотреть эту планету. Немножко увеличим скорость. Я не знаю, в прошлой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стой, это что было? Это, это что было? В прошлой серии в путешествиях по планетам, на которых есть жизнь. Я не помню, был ли там Трапест? По-моему, да, мы рассматривали с вами там Трапест, Кеплер. И, по-моему, какая-то из этих планет входила именно туда. Ну что же, обрати внимание, умеренная озерная терра. Так, давайте, наверное, уберем облака. Так, атмосферу. Если убрать атмосферу, то, в принципе, это получается у нас какой-то сплошной водяной шар. Ну да, планета океана, и не более того. Никакой суши. Трапест-1Е. Прохладная морская терра. Так, ну, скажу, что эти планеты вообще в своем роде повернуты красному карлику одной стороной. То есть, вот здесь, обрати внимание, у нас получается температура минус 62. В смысле, минус 62 градуса, минус 63 даже. Фух. Ну что же. И даже у нас океаны не замерзшие. Ну, если здесь минус 63, то на этой стороне планеты, наверное, все 200 градусов. Минус 200 градусов. Ну, попробуем опуститься на поверхность планеты. Вообще, здесь должен быть лед, по идее. Да? Сплошной лед. Так, мне нужно, наверное, сейчас взлететь. Взлететь немножко повыше. Ледяные, возможно, даже ледяные облака или что это. Что у нас по составу? Н2О2 СО2 Аргон. Хорошо. Умеренная морская терра Трапист 1Ф. Ого, интересные материки, посмотри. Как будто, знаешь, какой-то один большой материк, но под влиянием, я не знаю, под влиянием чего, возможно, красный карлик на него так действует, что весь материк раскололся просто. На мелкие части, посмотри, даже есть незамерзшая вода. Опустимся на поверхность. Ого, это типа айсбергов или это горы? Что это? Да, по-моему, это какие-то то ли горы, то ли айсберги. Сейчас я погружусь полностью под воду. И я что? Стой, подожди. Я хочу упереться в эту гору вообще. Дай-ка я увеличу скорость. Несу разные какие-то оттенки на этой горе. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Боже, ну когда же все это, блин, исправят, скажите мне. Так, давай посмотрим высота над поверхностью моря. Насколько я глубоко смогу опуститься? Дабы мне не перелететь вообще на другую часть, на другую сторону планеты. Три километра, по-моему, глубина всего лишь этого океана, вот, рядом с этим непонятным каким-то айсбергом. Да, интересно. Так, подожди, что у нас еще по планетам? Холодная пустынная аквария? Ну, блин, тоже как-то я не знаю, на что это похоже. Почему такие токсичные зеленые оттенки? Возможно, на планете, да, на планете в изобилии какие-то газы или, не знаю, метан, что-то в этом роде, посмотри. Ох, токсичный рассвет, токсичное небо. Это очень здорово. Да, но здесь бы, конечно, невозможно было бы дышать. А что у нас по давлению? По давлению... Так, атмосферное давление. Очень маленькое давление. Температура минус 116. Возможно, здесь метан какой-нибудь. Я так думаю. Так, подожди, стой. Знаете, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть еще раз на планету Трапест 1F и завершить на этом наше путешествие. Знаете, что я сейчас подумал, глядя на эту планету, вот до того, когда я присел на нее? Я представил, что в будущем это терраформированная Европа. То есть, в принципе, как бы, очень даже было бы весьма неплохо. похоже, было бы, если бы, короче говоря, это была бы Европа. Посмотри. Ну, я не знаю, какими методами человечеству удалось бы терраформировать спутник Юпитера Европу, на которой, наверное, на котором единственном спутнике, возможно, гипотетически, есть жизнь под толщей ее льда. Европа. Блин, Европа. Это было здорово бы, наверное. Ну, что же, ребятки, вот такое небольшое путешествие, такое небольшое, вернее, путешествие мы с вами сегодня отправились. А всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Я скажу больше, друзья, что наши новые путешествия и наши новые открытия только начинаются и космос, и вселенная бесконечная. Всем пока-пока. Редактор субтитров